Приветствую, друзья! Сегодня, как я и анонсировал в наших соцсетях, будет битва двух монстров китайского смартфона строения на 865-ом снэпе, а именно OnePlus 8 против Xiaomi Mi 10. Конечно, чуть позже будет сравнение как старших Mi 10 Pro с OnePlus 8 Pro, так и средних братьев их Poco F2 с K30 Pro Zoom, но всему своё время. Ну а вы, если с нами впервые, обязательно подпишитесь на канал и позвоните в колокол, чтобы ничего не пропустить. Я же не буду вас более томить и, как обычно, начну сравнение с цен. Поехали! Сначала мы посмотрим, почём нынче OnePlus 8 продаётся. И, как видим, на e-каталоге версию 8 на 128 отдают от 43 тысяч 500 рублей. А вот версия 12 на 256 гигабайт стоит уже значительно дороже. Цены стартуют от 53 тысяч рублей. Теперь посмотрим, что там с ценами на Mi 10. На e-каталоге представлен только вариант с объёмом памяти 8 на 128 гигабайт, и цены за такой вариант начинаются от 52 тысяч 500 рублей. Также не забываем, что на e-каталоге, помимо удобного сравнения цен, присутствует удобное сравнение смартфонов практически по всем характеристикам. А ещё здесь можно проследить, как менялась цена с момента выхода смартфона по сегодняшний день. А если вы хотите приобрести данные модели не только по выгодной цене, но при этом ещё и получить подарок, то я советую вам заглянуть в интернет-магазин трубковек.ру. Там, помимо отличных цен на данные модели, вы сможете получить в подарок внешний аккумулятор от Xiaomi на 20 тысяч мАч. Неважно, какую из данных моделей вы выберете, и имейте в виду, данная акция по времени ограничена. Ну а мы, как обычно, перед тем, как приступить к распаковке, для начала посмотрим, с каким объёмом памяти поставляются сегодняшние модели. Итак, OnePlus 8 у нас на 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Цвет чуть позже покажу. Не знаю, как он называется правильно на английском. И Mi 10 у нас. Цвет я тоже не выговорю, уж простите. Напишите в комментах, как это слово правильно читается. В общем, серый цвет, 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти. Ну а теперь приступаем к распаковке. Скрываем сегодня только Mi 10, потому что он у нас запакован. В отличие от OnePlus'ов, они по традиции к нам вскрытые приезжают, уже прошиты, уже готовы, ничего прошивать не надо. И смотрим комплектацию. И, собственно, вот так выглядит вся комплектация этих смартфонов. И здесь уже по традиции у OnePlus'ов комплектация выглядит чуть более дорого-богато. Здесь у нас что? Ключ для извлечения лодков под сим-карты, как здесь, так и здесь. Здесь на конверте, здесь на таком буклете на китайском языке. Далее, чего нет у Mi 10, набор наклеек, как у OnePlus'а, на любой вкус и цвет наклеечки в комплекте. Тут у нас набор макулатур в виде гарантийного талона юзер-гайда. Здесь, собственно, то же самое, гарантийный талон юзер-гайд. И что здесь еще? Чехлы силиконовые. В данном случае, с вами прямо удивили. Чехол прям реально очень жесткий. Вот я достаточно большие усилия прилагаю, чтобы его согнуть, но он не гнется. Так, конечно же, можно, но можно сломать. Очень жесткий силикон. Порадовали. Обычно они ставят мягкое, мягко скажем, не очень хорошее на букву G. У OnePlus'ов же тоже стоит отметить хорошего качества. И еще здесь появилась надпись, раньше ее не было. И еще стоит отдать должное Xiaomi. В отличие от OnePlus'а, в комплекте у Mi 10 идет переходник с USB Type-C на 3,5 мм. Потому что входов под наушники, как здесь, так и здесь, к сожалению, нет. И заканчивает комплектацию, во-первых, кабели USB Type-C. Ну, это понятно и здесь, и здесь. Кстати, чтобы у вас работала быстрая зарядка на OnePlus'е, надо пользоваться именно родным, оригинальным кабелем USB Type-C. У Xiaomi такого нет. Ну и, собственно, сами быстрые зарядки. Как здесь на 30 Вт, так и здесь, собственно, на 30 Вт зарядные устройства идут в комплекте. Ну и забегая вперед, скажу, что Mi 10 поддерживает беспроводную зарядку. OnePlus 8 обычный не Pro, не поддерживает. Прошка поддерживает. Ну и, конечно же, сами смартфоны. Давайте снимем защитные пленки. Начнем с OnePlus 8. Зеленый цвет. Буду называть его просто зеленым. И также традиционно для OnePlus'ов на дисплее поклеена уже достаточно хорошая силиконовая пленка. Я, пожалуй, ее снимать не буду. Эти пленки хорошо себя зарекомендовали. Переходим теперь к Mi 10. Тоже снимаем защитную пленку. Здесь немножко муторнее все. Дольше. Вот таким вот нелегким движением руки снимаем защитную пленку с Mi 10. И вот такой вот цвет. Серый какой-то там. И, как я говорил ранее в своем предыдущем обзоре на Note 9s, Xiaomi решили, видимо, пойти по пути OnePlus'ов и клеить сразу с завода защитную транспортировочную пленку. И смотрим на чехлы. Чехлы выглядят на смартфонах следующим образом. Спереди тоже достаточно хорошо защищают смартфоны. Даже если вы положите телефоны на стол, дисплей стола касаться не будет точно. Ну, а что касается защиты камеры, то как здесь камера защищена на OnePlus 8, бортик есть, камера утоплена. Так и на Mi 10 тоже бортик есть, камера утоплена. В данном случае камерам ничего не угрожает. И уже по нашим новым правилам я кратко перечислю основные из характеристик. Но, как обычно, таблицы с более полными характеристиками выведу на ваши экраны. Процессор у них, как я уже сказал в самом начале, 865 Snapdragon. Соответственно, и графический чип здесь одинаковый, Adreno 650. Основная камера на OnePlus 8 на 48 мегапикселей. На Mi 10 же основная камера на 108 мегапикселей. Фронталка же на Note 8 на 16 мегапикселей. На Mi 10 на 20 мегапикселей. Аккумуляторная батарея на OnePlus 8 на 4300 мАч. Ну, а на Mi 10 на 4780 мАч. Ну, а теперь давайте смотреть, чем смартфоны отличаются внешне и есть ли большие у них отличия между друг другом. Для начала смотрим на левую сторону. Здесь на Mi 10 ничего нет абсолютно на левой стороне. На OnePlus 8 располагается переключатель громкости. А на верхнем торце, на Mi 10, мы находим микрофон шумоподавления, инфракрасный порт и динамик. На OnePlus 8 микрофон шумоподавления, но здесь, конечно, тоже есть второй стереодинамик, как и на Mi 10. На правой же стороне на Mi 10 находится кнопка питания, переключатель громкости. На OnePlus 8 также кнопка питания и механический трехпозиционный переключатель режимов. Что же касается нижнего торца, то здесь все практически одинаково. Порты USB Type-C, микрофоны, динамики и лотки под сим-карты. И вот здесь зарыта главная китайская собака. И как мне кажется, это один из главных фейлов Mi 10 и Mi 10 Pro. А именно, проблема в том, что у глобальных версий данного смартфона поддерживается только одна сим-карта формата наносим. Поддержка же двух сим-карт досталась только китайской версии данного смартфона. И на задней панели вполне ожидаемо расположились модули основных камер и вспышки. Ну а что касается материалов корпуса, то как сзади, так и спереди на этих смартфонах установлено стекло Gorilla Glass 5. Окантовка же в данном случае, то есть рамка, выполнена полностью из металла. По габаритам, как вы видите, смартфоны практически одинаковые. Чуть-чуть, совсем немного уступает OnePlus 8 по размерам. Но в целом можно сказать, что смартфоны по габаритам практически близнецы. В руке лежат оба комфортно, удобно, претензии к эргономике, к удобству у меня к данным смартфонам абсолютно никаких нет. А теперь, я думаю, настала пора запустить оба смартфона. И уже по традиции делаем это одновременно. На счет три. Раз, два, три. Первым загрузился Mi 10 и чуть позже OnePlus 8. В самом начале у нас как здесь, так и здесь аккумулятор заряжен на 100%. Это важно. В конце, после обзора, посмотрим, какой заряд аккумулятора останется и здесь, и здесь. И первым делом, сразу же после включения, давайте сравним на скорость разблокировки по отпечатку пальцев. Итак, на счет три. Раз, два, три. Теперь давайте с включенными дисплеями. Раз, два, три. Ну а далее мы с вами, пожалуй, сравним дисплеи. Напомню, здесь на OnePlus 8 Fluid AMOLED. Здесь Super AMOLED. Ну и чтобы было нагляднее и более комфортно вам, давайте я выключу свет. Ну а теперь сравниваем. Для начала цветопередачу. OnePlus 8 цветопередача. Mi 10 цветопередача. Теперь давайте посмотрим на углы. Для начала OnePlus 8 углы. Максимально круто. Теперь Mi 10 углы. Максимально круто. Снизу, вид снизу, так скажем. И вид сверху. Если же вам интересно узнать мое мнение, то по цветопередаче мне чуть больше нравится OnePlus 8. И белый цвет также на нем мне чуть больше нравится. Конечно же, стоит отметить, что оба дисплея в данном случае поддерживают 90 Гц. В связи с этим картинка, как вы видите, очень плавная и очень комфортная. Но, плюс ко всему, оболочка у OnePlus более быстрая, более шустрая. Поэтому она здесь тоже делает свое дело. И на нем, как вы видите, происходит все еще быстрее, еще плавнее. Ну и как обычно, откроем какое-нибудь стандартное приложение. Ну пускай это Chrome будет. Раз, два, три. Чуть раньше даже. OnePlus 8. Что-нибудь еще стандартное. Давайте Play Market. Раз, два, три. Фанаты OnePlus'ов не простят меня, если я ничего не скажу про виброотклик. Но сегодня фанаты OnePlus'ов не ваш день, потому что, наконец-то, у Xiaomi я могу похвалить виброотклик у флагмана. Здесь он практически такой же хороший, как и на OnePlus'ах. Очень приятный тактильно. Хорошая отдача. Мне, честно говоря, понравился и удивил меня. Ну а теперь, наконец, послушаем звук и стереодинамиков. Начнем с OnePlus 8. Ну а теперь послушаем Mi 10. Теперь позволю поделиться с вами свое мнение о звуке. По высоким частотам мне больше понравился, как звучит OnePlus. Ну а по низким частотам, то есть по басам, мне все-таки больше понравился Mi 10. А по звуку в наушниках скажу просто. Мне больше понравился OnePlus 8. Ну а теперь пришла пора схлестнуть смартфоны в бенчмарках. И, как обычно, мы это сделаем в Antutu. Для того, чтобы наглядно сравнить плавность графики. Но я здесь, думаю, сюрпризов не будет, потому что графика здесь одинаковая. Но, тем не менее, давайте посмотрим. Ну а после, на примере скриншотов, покажу вам результаты тестов в других бенчмарках. Итак, на счет 3 запускаем одновременно. Ровненько. Раз, два, три. И по завершению теста, как ожидалось, в принципе, результаты очень близки. Где-то чуть лучше, как, например, по процессору и по памяти выступил OnePlus 8. Где-то Mi 10, как, например, по графике. Но, в целом, результаты близки друг к другу. Ну а далее смотрим на результаты в других бенчмарках. Поехали! Ну а теперь пришла пора игр. Вы просили не убирать PUBG. Никуда PUBG не делся, не волнуйтесь. Запускаем, как обычно, его одновременно. Раз, два, три. Настройки на обоих смартфонах выкручены на максимум, как вы понимаете. Выше здесь поставить, к сожалению, нельзя. Ультра пока что не работает. И я думаю, здесь не стоит пояснять, что оба этих смартфона практически все игры вытаскивают на максималках. Тот же тяжелый Shadowgun Legends. Все идет на максимальных настройках и достаточно плавно. Это все прекрасно видно и без всяких счетчиков. Хотя у Xiaomi есть счетчик Game Turbo. Но, честно говоря, в последнее время я ему не очень верю. И хоть разницы по FPS у этих смартфонов я не замечал. Но вот разница в температурах здесь все же есть. При длительных игровых сессиях Xiaomi Mi 10 грелся максимум до 42,6 градусов. А на OnePlus 8 за тот же час-полтора игры максимальную температуру на корпусе я фиксировал на отметке 43,1 градус. А у нас тем временем буквально за 5 минут в игре температура на корпусе у Mi 10 достигла 37,7 градусов. И потихоньку продолжает расти. А на OnePlus 8 за то же время в игре температура на корпусе достигла 38,2 градусов. И на этом с играми мы, пожалуй, закончим и переходим к подробному тесту и сравнению камер. Поехали! И, как обычно, уточняю для тех, кто с нами в первый раз, что еще больше кадров сегодняшнего обзора, исходники, приложение Google Camera и все обои, которые вы увидели сегодня на обзоре, вы найдете в нашем канале Telegram и в группе ВКонтакте. Ссылки оставлю в описании под видео. Теперь давайте приступать к сравнению кадров. И сразу же трудные условия для камеры, а именно кадры, сделанные против солнца. И, как видно при кропе, здесь лучше отработала камера на OnePlus 8. Больше деталей сохранено, как на светлых участках кадра, так и в тени. Кадр получился не такой мыльный, как на Mi 10. Но давайте перейдем на самое высокое разрешение для камер. На OnePlus 8 это 48 мегапикселей, а на Mi 10 это 108 мегапикселей. И здесь уже видим небольшое, но все-таки преимущество на стороне Mi 10. А вот в тени, как мне кажется, кадры получились практически одинаковыми. Переходим к следующим кадрам. И здесь сразу в глаза бросается то, что уже без портретного режима Mi 10 очень хорошо размывает задний фон. И по деталям при кропе Mi 10 также показывает лучший результат. Давайте задействуем Google камеру и посмотрим, что изменится. Также задний фон лучше размыт по умолчанию на Mi 10. А вот уже по деталям, как мне кажется, здесь в принципе паритет. А на этих двух кадрах я уже задействовал встроенный портретный режим. И здесь, как мне кажется, у Mi 10 избыточная яркость. Слишком много ярких цветов. Задний же фон лучше размыт на OnePlus 8. И раз мы уже начали сравнивать другие режимы, давайте оценим работу широкоугольного объектива или, проще говоря, ширика. Для начала исходные кадры без ширика. Ну а следующие два кадра уже сделаны на ширик. Ну и в данном случае, как мне кажется, лучше отработал ширик на OnePlus 8. А с помощью следующих четырех кадров оценим работу зума. Для начала исходные кадры без зума. Исходная позиция. А уже здесь задействован максимальный десятикратный зум, как на OnePlus 8, так и на Mi 10. Следующих два кадра демонстрирует нам работу в макро режиме. И, как выяснилось, OnePlus 8 для более четких снимков требует большее фокусное расстояние, чем Mi 10. А теперь посмотрим на кадры, сделанные ночью. Это именно ночные кадры, 10 часов вечера. И при первом взгляде более светлый снимок получился на Mi 10. Но если приблизить кадр, оказывается, что больше деталей и не такой размытый кадр получился все-таки на OnePlus 8. Если же переключиться на 48 и 108 мегапикселей, то здесь уже OnePlus 8 теряет свои преимущества. Кадры получаются, во-первых, и более темным, и менее детальным. И при этом еще и более мыльным по сравнению с Mi 10. На примере этих двух кадров покажу, как работает встроенный ночной режим на OnePlus 8, на Mi 10. Здесь выводы делайте сами, где вам кадры больше нравятся. И для сравнения, как работает ночной режим через Google камеру. А на этом примере я вам покажу, что такое астрофото через Google камеру. Вверху у нас исходные кадры на родные камеры, звездное небо. А нижние два кадра, так называемые астрофото, сделанные с помощью Google камеры. Далее смотрим кадры, где есть и искусственный свет, и темные участки. И здесь, как мне кажется, невооруженным глазом видно, что по деталям лучше справился OnePlus 8. А вот улучшить ситуацию в обоих случаях может Google камера, как на OnePlus 8, так и на Mi 10. Кадры становятся и более светлыми, и более детальными. Теперь посмотрим, на что способна фронталка. И как мне кажется, здесь по деталям лучше отработала фронталка на OnePlus 8, больше деталей сохранилось. Ну и конечно же, для примера фото через Google камеру. И здесь уже немного лучше показывает себя Google камера на Mi 10. Далее у нас просто фронталка ночью. А теперь фронталка плюс Google камера с ночным режимом. Теперь давайте посмотрим, как покажут себя камеры при записи видео. Поехали! Теперь пробежка, проверим стаб на бегу. Бежим. Так, тестовая запись видео в формате Full HD, 30 кадров в секунду. Стабилизация включена. Пройдемся обычным шагом, проверим стабилизацию. Ну и хочу напомнить для тех, кто не в курсе, кто с нами впервые. Видео во всех форматах, 4К ночная съемка. Съемка с фронталок, съемка с Google камеры есть на втором канале, ссылки в описании. Теперь пробежка. Проверим, как стаб работает на бегу. Бежали. И фокусируемся. Лежний объект, дальний объект. Ближний, дальний. Резко ближний, резко дальний. Резко ближний, резко дальний. И по итогу всего увиденного, друзья. Не забывайте делиться вашим мнением по поводу камер по всплывашке вверху. Также пишите ваше мнение в комментариях в целом по поводу этих двух моделей. Ну а я в свою очередь, как обычно, кратко выскажусь о каждом из них. И начну я, пожалуй, с OnePlus 8. Возможно, многие из вас со мной не согласятся, но я считаю, что данный смартфон получился достаточно неплохим. Хотя многие в укор компании говорят, что можно было бы сделать и лучше. Например, установить сюда ту же беспроводную зарядку, что и на старшей модели. Ну а теперь, пожалуй, поговорим о Mi 10. А здесь, я думаю, наоборот, многие из вас со мной согласятся, что Xiaomi перестал быть дешевым брендом. И теперь в сегменте флагманов покушаются на лавры OnePlus и не только. Почему-то инженеры или кто там у Xiaomi решили, что потребителям на глобальном рынке совсем не интересно наличие двух сим-карт. Лично меня, по большей части, Xiaomi Mi 10 приятно удивил. По большей части, конечно, автономностью. Ну и, кстати, об автономности. Давайте посмотрим, какой заряд аккумулятора остался после обзора. И далее вам покажу подробную таблицу с тестами автономности. Итак, смотрим. OnePlus 8 после обзора. Осталось у него 89%. И на Mi 10 заряд аккумулятора после обзора 90%. Ну а далее смотрим подробную таблицу с тестами автономности. Поехали! Теперь, я думаю, вы меня понимаете, почему я бы все-таки выбрал Xiaomi. Ну а те, кто давно меня смотрят, прекрасно знают, что я обычно отдаю приоритет моделям с высокой автономностью, с хорошим экраном. Но, честно признаюсь, экран мне больше понравился все же на OnePlus 8. А какой из данных смартфонов выбрали бы вы себе в пользование? Пожалуйста, напишите об этом ниже в комментариях. А с вами, друзья, как обычно, был я, Александр. Прощаюсь с вами ненадолго. Скоро увидимся. Всем пока, друзья. До встречи.